Как проходит фестиваль дружбы между Казахстаном и Америкой? Смотрите в нашем сюжете. Всемирно известный казахстанский виолончелист Эльдар Саппарат открывает серию концертов в Театре Астана Оперов, посвященных творчеству Баха. Программа «Культпоход» узнала об особенностях работы службы консервации и реставрации Национального музея страны. Если вы пока еще не имели счастья познакомиться с Грузией, ее культурой, традициями и людьми поближе, сегодня вам представляется такая возможность. В Алматинском парке культуры и отдыха проходит фестиваль дружбы между Казахстаном и Америкой. 25 лет взаимопонимания и сотрудничества. С вами «Культпоход». Здравствуйте! Красочные инсталляции, яркие выступления, розыгрыши призов, конкурсы на знание языков и море положительных эмоций. Открытие USA KZ Fest для Алматы стало грандиозным событием. Вы сегодня увидите и завтра, и послезавтра очень талантливых казахстанских музыкантов, американских музыкантов, которые приезжали специально для фестиваля. Вы услышите презентации от казахстанцев, которые изучали разные науки в Штатах. Тоже вы услышите от американцев, которые здесь изучали казахский язык, русский язык. Грейс Гарретт знакома с культурой нашей страны не понаслышке. Она проходила обучение в Алматы в прошлом году и сейчас не смогла отказаться от участия в таком знаковом событии. Скромная и невероятно обаятельная она покорила сердца гостей, исполнив под аккомпанемент укулеле знаменитую песню на стихи Абая. Танцевальным представлением публику удивили Айсулу Азимбаева и Чингис Капин. Реконструкция главного эпизода фильма «Грязные танцы» удалась на славу. А любителей джаза порадовали выступлением Чарльз Тернер III и квартет Алексея Черемизова. Это мое второе выступление в Казахстане. Я уже был в Алматы в феврале и также выступал с Алексеем Черемизовым. Мы прекрасно провели время, тоже был замечательный концерт. И сейчас я очень рад, что стал участником такого события – 25-летия дружбы между Казахстаном и Америкой. Шквал аплодисментов вызвало появление на сцене нашего рок-исполнителя Галымжана Молда Назара и группы из США Break of Reality. Недаром говорят, что у музыки нет ни границ, ни национальности. В течение трех дней фестиваля на этой сцене выступят танцоры, музыканты и певцы из Америки и Казахстана. И в этом сотрудничестве мы увидим настоящую дружбу между странами. Арина Курьянова, культ поход Алматы. Сегодня в камерном зале театра «Астана-опера» прозвучит концерт под названием «В тональности Баха». Автор программы – всемирно известный казахстанский виолончелист Эльдар Сапараев, который живет и работает в Швейцарии. Также на сцену поднимутся Павел Романенко, Альф, Москва и французская скрипачка Рошель Кисаканин. Рошель – невеста Эльдара, и он впервые привез ее в Казахстан. В первой части программы была представлена редко исполняемая суета номер 6, написанная бахом для пятиструнной виолончели, ныне несуществующего инструмента. Поэтому технически это очень сложное произведение. Произведение – оно как симфония из семи частей. То есть оно начинается с прелюдии, и потом за ней следует шесть разнохарактерных танцев. Французский, испанский, немецкий алимент и так далее. Также в программе прозвучали вариации Гольдберга в обработке Дмитрия Ситковецкого для струнного трио. Вместе с виртуозным скрипачом Эльдар играл это трио почти на всех континентах мира, начиная с Европы и заканчивая Южной Африкой. Эльдар давно мечтал привезти эти вариации в Казахстан. А представить их он попросил свою невесту, исполнительницу барочной музыки, скрипачку Рошель Кисаканин. Я очень счастлива исполнять это произведение. Эльдар ранее исполнял его с Дмитрием Ситковицким, и для меня это возможность найти свое в этих вариациях. Это нелегко, но я себе сказала, а почему бы и нет. Здесь столько всего можно сделать, столько работы. Также в трио выступил московский музыкант Павел Романенко. Это его дебютное исполнение вариаций Гольдберга и первая совместная работа с Эльдаром Сапараевым. Класс музыканта определяет количество репетиций, но, скажем так, нам было репетировать очень просто, потому что ребята замечательные, и как-то само по себе все получается. Само произведение написано для клавесина, и схематичный рисунок представляет арию и 14 ее вариаций, увертюру и снова 14 вариаций. При этом каждые три вариации объединены друг с другом. Такую математическую изящность музыки могли прочувствовать слушатели выступления. Эльдар Сапараев планирует дать еще два концерта в августе и сентябре, куда он пригласил своих друзей, с кем он вместе учился в Казахстане. Удивительное совпадение, что все музыканты именно этого выпуска добились успеха в Казахстане и за рубежом. Айнара Вайгрунова, Астана, Кульпоход. Мы побывали в лабиринтах Национального музея страны и набрели на службу реставрации и консервации. Оказалось, это целый мир, скрытый от посторонних глаз. Сегодня мы расскажем вам о секторе реставрации, консервации, керамических изделий и стекла. Сохранность музейных экспонатов и археологических находок – одна из важнейших задач любого музея. И служба консервации и реставрации играет здесь самую важную роль. На сегодняшний день у нас идет, проводится сейчас большая работа по укомплектованию специалистами, кадрами. Затем создание всех необходимых условий применения новых технологий в реставрации и консервации. Служба консервации и реставрации делится на четыре сектора, а также имеет свою научную лабораторию, с которой все и начинается. Только поступившие экспонаты проходят анализ и уже после заключения экспертов направляются на восстановление. Мы выявляем степень дефектов, степень загрязненности данного экспоната, что он из себя представляет, где был найден, проводим общий анализ. Работу реставраторов можно легко сравнить с работой ювелира. Здесь главное – максимальная точность и аккуратность. Поэтому для работы с хрупкими экспонатами специалисты всегда имеют под рукой самый широкий набор инструментов. Микроскоп, всевозможные кисточки, скальпель, клей, очищающие растворы, реставрационные карандаши, ультрафиолетовая лампа. При реставрационной работе реставратор не должен ошибаться над своей работой. Точно так же, как врачи у нас. Вот к врачам приходит больной человек, и он должен вылечить. Точно так же к нам приходит экспонат в таком ветком состоянии, и мы должны его вылечить, вывести, сделать такой вид, ну, не такой первоначальный, а хотя бы ближе к первоначальному виду. Также Национальный музей проводит ежегодные семинары для реставраторов со всей страны. Как правило, почетными гостями таких мероприятий становятся специалисты с мировым именем, которые проводят мастер-классы и делятся опытом со своими казахстанскими коллегами. Стоит отметить, что практически все экспонаты, которые пополняют коллекцию Национального музея страны, проходят через службу реставрации и консервации. И только после того, как специалист над ними хорошо потрудится, их можно выставлять на всеобщее обозрение. Бахыт Гельмла, программа Культпоход, Астана. Гамарджобад, дорогие мои, сегодня Культпоход приглашает вас поближе познакомиться с культурой замечательной, горячей, вкусной, ароматной Грузии. Подробности последуют. Здравствуйте. Мода на Грузию захватила Казахстан в самом добром смысле этого слова. Грузинская кухня пользуется огромной популярностью в Грузии. Многие горожане планируют свои поездки и путешествия, грузинская музыка звучит на праздниках. И, конечно же, нет человека, который остался бы равнодушен к зажигательным грузинским танцам. Для культпохода поводом полюбоваться на красоту и грацию танцоров из страны во многом нам близкой стал праздник, устроенный в одном из торговых центров Алматы. Почему вас манит эта страна? Ну, она как бы страна, которая также входила в состав СССР, но как бы далекая, но близкая страна для нас. Розыгрыш путевок в страну Лезгинки, Хинкали, Руставели и Мимино собрал немало желающих попытать счастье, ведь в этот вечер многие пришли сюда, чтобы принять участие в лотерее. Но не меньше собралось желающих полюбоваться красивыми танцами, полными огня и грации. Командой, которая радовала собравшихся в этот вечер, стал коллектив под названием «Бахар», то есть «Весна». По словам артистов, танцуют они не просто давно, с рождения. С рождения, как только родились, так сразу встали на носки и поехали. Среди участников этого ансамбля, состав которого может достигать нескольких десятков танцоров, выступающих одновременно, как этнические грузины, так и представители других национальностей. Традиции обычные не забываем, стараемся соответствовать и модным тенденциям, и не забываем про старые традиции свои. Что главное в грузинских танцах? Что должно быть в человеке, чтобы он мог этому научиться? Грациозность, осанка, темперамент. И самое главное – это желание. Что ж, кто-то поспешит учиться танцам, а кто-то решит остаться в зрительном зале. Тем более, что посмотреть тут есть на что. По результатам сегодняшнего розыгрыша в Грузию отправится всего шесть человек. Однако полюбоваться на красивые грузинские танцы или даже научиться им при желании может каждый. Алифтина Вадярова, Культпоход, Алматы. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok